итак здравствуйте товарищи выехал я сейчас немножко на природу так как сегодня выходной и хочу немножко рассказать вам про свой новый мотоцикл про свои первые впечатления проехал я на нем около 500 километров то есть он еще сейчас сейчас на обкатке но есть уже кое-какие впечатления и я рекомендую этот видос посмотреть тем кто планирует покупать подобный мотоцикл и чтобы в общем полезная информация сейчас будет когда я покупал этот мотоцикл при покупке я также как и вы смотрели много всяких роликов и в общем как ну обзоров как какие есть и на русском и на английском и на немецком так вот многие обзорщики говорят о нем разные вещи я сейчас попробую это все как бы собрать немножко в кучу и развеять может быть некоторые мифы про этот мотоцикл давайте я вам сейчас его буду показывать и немножко рассказывать собственно после покупки все обычно говорят что надо поменять у него амортизатор ибо он очень валки мягкий но не торопитесь этого делать я сначала тоже попал поддался этому искушению купить новый амортизатор потратить херово тучу денег но потом не стал дело в том что давайте так скажу свои параметры мои параметры это рост 180 сантиметров в высоту вес у меня на сухую с утречка натощак 84 где-то так так вот по умолчанию у его подвеска настроена на сну на середине там где можно жесткость накрутить я после того как его купил попросил в салоне чтобы они мне его закрутили максимально жестко вот за счет того что они его закрутили он стал немножко повыше ну повыше он не стал он стал меньше просаживаться под моим весом и тем самым ощущаться стал немножко повыше когда я первый раз выехал из салона на новой резине на свежий то мне он показался управляемость у него какая-то вообще никакая то есть он начал когда я заваливал в поворот он как-то ехал по синусоиде было очень неприятно какая-то шаткость валкость я думаю ну все как все говорят надо менять подвеску тюнячить там и все будет заебись но не тут то она была в общем опять же пока он новый резина была очень скользкая и прямо это ощущалось в каждом повороте спустя несколько сотен километров буквально через 250-300 километров управляемость резко изменилась то есть он стал более управляемый намного лучше чем до этого еще такой нюанс это другой мотоцикл и до этого я ездил ну и сейчас езжу еще на nc 750 еще до этого на спорт ухи и там как обычно входя в поворот и как бы свешиваешься с мотоцикла и это как бы нормально но что касается этого мотоцикла это другой мотоцикл другой класс мотоцикла который я еще до сих пор не ездил так вот если на нем свешиваться классический в поворот закладывать то он немножко начинает как будто вот у него немножко нестабильный он я полагаю это происходит из-за того что сам по себе мотоцикл высокий плюс смещение центр тяжести большой рычаг и мотоцикл как бы пытается под тобой стабилизироваться и поэтому такая вот неприятное ощущение дело в том что изучив мат часть на эндуро мотоциклах и рекомендуют поворачивать контрсвешивание контрс контрсвешивание таким образом у нас центр тяжести не смещается сильно в бок при повороте и мотоцикл что удивительно он начинает держать траекторию то есть на нем становится комфортно поворачивать комфортная управляемость то есть вообще в этом плане небо и земля поэтому используем просто контрсвешивание именно на таком типе мотоциклов и будет нам счастье поэтому что касается подвески теперь я пока не планирую менять потому что я еще хочу протестировать как она будет с багажом то есть без багажа с рюкзаком мне сейчас комфортно ехать то есть мне хватает этой подвески по за глаза как оно будет с этими сумками потом задними я не знаю протестирую нагружу их плюс-минус такой вес который я буду брать с собой в путешествие и уже будем оттуда плясать но первое путешествие я все равно поеду так как есть ибо не хочу сейчас инвестировать много денег все-таки сначала протестирую потом еще такой нюанс некоторые жалуются что мотоцикл по передняя подвеска у него там мягкая что он как бы начинает клевать при торможении так ребята это для тех кто насмотрелся в свое время канал в шлеме там очень кто помнит был такой канал интересный про мотоцикл и там они очень сильно делали упор что тормозить надо исключительно передним тормозом что задний тормоз зло это как бы отчасти правда но не всегда опять же зависит от мотоцикла есть мотоциклы куда допустим у меня первая спортуха сибир 650 там реально был рабочий тормоз только передний задок практически не тормозил на н-цехе уже немножко по-другому там немножко развесовка другая центр тяжести другой и там оба тормоза работают более менее сносно нормально поэтому что касается этого мотоцикла то чтобы не было клевков носом тормозим и задним и передним тормозом равномерно и тогда он будет останавливаться четко ровно то есть никаких проблем с этим нет так вот еще такой нюанс жалею ли что я купил вот этот мотоцикл то есть я скажу однозначно что я нихера не жалею мотоцикл огонь классный то есть он дает больше возможностей при нулевом скиле то есть сейчас у меня скилл вождения эндуро вообще ноль то есть абсолютный ноль я он купился башмаки со стороны блять смотрюсь как это мотогонщик мотокросс и все дела но на самом деле я полный нуб в этом деле скажем так начинающий и это кайф это мне нравится потому что есть куда расти это эмоции все такое ладно но это будет уже опять же в предыдущих следующих видосов так вот при нулевом скелет тяжелый мотоцикл ну взять ту же nc худа вот давайте еще такой нюанс тур эндуро тур эндуро ну можешь сказать не существует есть ну производители классифицируют свои мотоциклы не как не тур эндуро а как адвенчир и поэтому даже nc х она относится к классу адвенчир пусть она более дорожная там подвеска никакая но она все равно адвенчир путешествует на него 7 по кайфу если по асфальту и по прямой знаете сколько раз у меня была такая херня ты едешь по асфальту красивая дорога красивый ландшафт горы там какая-то речка журчит и такой островочек и думаешь вот бы сейчас туда палаточку и там остановиться и ты такой ты понимаешь что ты туда тупо не съедешь у тебя нет возможности съехать с асфальта на большом мотоцикле хорошо если вы профессионал там какой-нибудь адский у вас там тот же гусь или африка хрен с ним вы может быть съедите это быть сто раз подумайте прежде чем ехать в ебеня так скажем а если вот нет скилла что делать а хочется поэтому вот этот мотоцикл для этих нужд для таких вот как я это прям вообще идеальный вариант то есть и как быть на нем мне кажется можно очень хорошо расти потихонечку быстро расти не хочу ибо потом надоест ну я думаю что это нет не так ну конечно ладно как пойдет да ух что-то я разошел гамох ладно что еще давайте сейчас пробежимся вокруг мотоцикла покажу вам его так вот так в принципе мотоцикл как мотоцикл можете посмотреть на любой картинки в интернете как бы у меня точно такой же единственное что я вот здесь до купил это такой вот багажничек компактный от ралли рай то есть я видел другие багажники но они смотрятся как-то говно а вот этот единственный который вот прям вписывается сюда очень хорошо больше никаких тюнингов я сюда делать не хочу ветрозащиты хватает по за глаза я еду спокойно комфортно по автобану сейчас немножко ехал 100 100 километров в час мой рост как я уже упоминал 180 сантиметров в высоту и мне ее комфортно хватало никаких завихрений ничего вообще как бы никаких претензий к ней нет поэтому менять что-то не вижу смысла то есть я хочу этот мотоцикл оставить максимально в стоке что касается защиты днища ну я не знаю как бы с одной стороны мозг говорит что надо бы что-то поставить сюда металлическая а с другой стороны ну инженеры наверно тоже не дураки и предусмотрели этот нюанс мне кажется все-таки пластиковая при ударе о камень какой-нибудь она самортизирует и рассеет энергию удара по пост по самую по самому днищу в крайнем случае лопнет херст не лопнет заменим а железная она при ударе она распределит нагрузку именно в места крепления есть шанса рву пар погнуть и раму или сорвать те же кронштейны крепления куда она там крепится в общем пока не буду ну опять же я такие ебеня пока что не собираюсь в которых там какие-то большие булыжники чтоб там на камнях скакать мне до этого еще далеко так что вот кто касается света про этот мотоцикл свет у него в принципе довольно таки достойный и что мне знаете что еще нравится относительно света тот доступ к его регулировки он находится прямо вот здесь в зоне видимости отверточки всегда можно подлезть и подрегулировать потому что от того зависимости от того какой у вас будет багаж сколько он будет весить у вас естественно мотоцикл будет наклон менять и поэтому всегда достать отверточку или там мультитул какой-нибудь и подрегулировать уже на по месту очень легко очень удобно в этом плане класса из ближнего света мне хватает и вот еду утром рано на работу на нем еще темно и как бы проблем не вижу с ним так что вот такие вот дела так что ребята кто не подписался на канал подписывайтесь я скоро буду выезжать на этом мотоцикле в дальники какие-то мотопутешествия буду выкладывать там свои видосики какие-то там фотки в общем как все как у всех нучасок так что вот такие вот дела ладно все стоя прощаюсь на этом с вами увидимся до новых встреч а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok